Привет! Это второй урок моего мини-курса по программе OBS Studio. В этом уроке мы рассмотрим настройки OBS. Для начала откроем настройки, файл настройки или окно управления настройки. Все настройки для удобства разбиты на вкладке. Общие, вещание, вывод, аудио, видео, горячие клавиши и расширенные. Начнем с вкладки Общие. Язык. Отвечает за язык программы. Тема. Позволяет выбрать цветовое оформление программы. Следующие два чекбокса не нуждаются в объяснении. Чекбоксы, которые выводят окно подтверждения при запуске или остановке трансляции. Чекбоксы, показывающие подтверждение при запуске или остановке трансляции, отвечают за всплывающие окна, которые не позволят случайно либо запустить, либо остановить трансляцию. Чекбокс, отвечающий за автоматическое начало записи во время трансляции. Автоматический запуск буфера-повтора. Чекбокс не выключение буфера-повтора после окончания трансляции. Чекбокс включения привязки расположения источников отвечает за примагничивание источников. Чувствительность привязки отвечает за дальность срабатывания привязки. Следующие три чекбокса отвечает за то, к чему будет происходить привязка. Настройка дополнительного просмотра. Тип сворачивания окна в панель задач или в трейд. Настройки режима студии. Мультиобзор. Режим, который применяют, когда есть отдельный человек, который ведет трансляцию и используется мультикам. Вкладка вещания. Здесь вы выбираете ту площадку, куда вы стримите. Я покажу на примере твич. Начиная с версии OBS 23.0.0, есть два способа подключения к твичу. Первый – это стандартный через ключ потока. Ключ от твича, кстати, находится по ссылке twitch.tv slash broadcast slash dashboard slash streamkey. Напоминаю, что весь текст есть в описании. Вставляем его в ключ потока. Сервер пока местами автоматически. В следующих уроках я покажу, как выбрать лучшие для себя. И новый способ, им пользуюсь я. Кнопка подключения аккаунта. Этот режим даст возможность управлять твичом из окна OBS. Вкладка вывод. Ее я думал вообще вынести в отдельный урок, но так уж и быть. Оставлю ее здесь. Здесь все настройки, касающиеся качества. Есть два режима. Простой и расширенный. Мы будем пользоваться расширенным. Тут доступны вкладки. Потоковое вещание, запись, аудио, буфер повтора. Мы рассмотрим только потоковое вещание. Потоковое вещание. Выбор звуковой дорожки, которая пойдет в эфир. Кодировщик. Количество пунктов зависит от вашего железа. Для всех доступен x264. Это программный кодек. Он используется для кодирования на мощностях вашего центрального процессора и он даст самую лучшую картинку. Также бывают аппаратные кодировщики. Они зависят от того, какое у вас железо установлено. Для процессоров Intel это QuickSync Video. Для AMD это AMD VCE. И для NVIDIA это NVENC. Аппаратные кодировщики, встроенные в их железо. Также бывают другие кодировщики, например, на некоторых картах Avermedia. Мы рассмотрим кодировщик x264. Первый пункт это управление битрейтом. CBR. Постоянный битрейт. ABR. Усредненный битрейт. VBR. Переменный битрейт. Twitch требует постоянный битрейт, поэтому ставим CBR. Далее битрейт. Значение битрейта зависит от разрешения и количества кадров. Twitch предлагает брать значение из таблицы на странице stream.twitch.tv.encoding. Мы так и поступим. Интервал ключевых кадров. Как часто мы отправляем полный кадр. Другие кадры строятся от него. Twitch требует два. Так и поступим. Предустановки использования центрального процессора. Это набор оптимальных параметров, влияющих на скорость кодирования и качество. Чем выше скорость, тем ниже качество. UltraFast, SuperFast, VeryFast, Faster, Fast, Medium, Slow, Slower, VerySlow, Placebo. Описание всех пресетов по ссылке. Ссылка, как обычно, в описании. Что выбрать зависит от вашего процессора. Для топовых процессоров немедленнее Medium. Для средних VeryFast и Faster. Для слабых UltraFast и SuperFast. Профиль стандарт кодирования. High – высокий профиль. Main – основной профиль. Bestline – базовый профиль. Twitch советует использовать High или Main. Настройка. Определяет параметры оптимизации видео для стрима. Film – для фильмов. Animation – для аниме и мультипликации. Grain – для зернистого изображения с повышенной детализацией. Steel Image – для статического изображения. Fast Code – для быстрого декодирования содержания. Zero Latency – для потокового видео. Более подробно, опять-таки, по ссылке. Для стрима обычно оставляем этот пункт выключенным. Ну, либо можете попробовать поставить для потокового видео. Тут сами решайте. Настройка X264. Тонкая настройка кодировщика. Если вы хотите с этим разобраться, вот ссылочка, переходите по ней и тут найдете всю нужную информацию. Вкладка Audio. Частота дискретизации. 44 или 48. Для стрима значения не имеет. Каналы. Ставим стерео, потому что большинство площадок поддерживают только стерео. Дальше у нас перечислены входы и выходы. В выходы мы ставим наши наушники и во входы мы ставим наш микрофон. Скорость спада аудиометра. Тип индикации на аудиомикшере. Вкладка видео. Базовое разрешение и перемасштабируемое разрешение. Эти два параметра советую ставить одинаковыми. Это 1280 на 720, 1600 на 900, 1920 на 1080. Значение FPS. Отвечает за частоту кадров. Ставим 24, 30 или 60. Горячие клавиши. В данной вкладке вы можете настроить горячие клавиши для основных элементов управления, опции Push to Mute, Push to Talk, а также горячие клавиши для каждой сцены и источника. В расширенных вам может понадобиться только приоритет программы. На этом я заканчиваю урок по настройке ОБС. Встретимся в следующем уроке.